Все быстро произошло. Водитель говорит, стоял в среднем ряду. Трогаться начал на зеленый, но откуда ни возьмись, перед ним возник велосипедист. Проехал буквально метр из столкновения. Двухколесным транспортом управлял 11-летний мальчик. Он надеялся проскочить проезжую часть, но не тут-то было. Загорел светофор, я остановился. Мы просто стояли. Все, зеленый перекручился, на середине я стоял. Все, мы движение начали. Когда начал движение, смотрел, вроде бы никого не было. Жена говорит, там человек, пешеход, ребенок на велосипеде. Ну, короче, на зеленом сете я поехал. И уже пытался от него вытянуть чуть-чуть, а только начал движение, вот и столкнулись. Водитель вызвал скорую, ребенок не пострадал, оделся испугом. Но так бывает не всегда. Буквально в 100 метрах от этого перекрестка накануне сбили пенсионерку. Итог – растяжение сустава. Причем два этих наезда произошли в светлое время суток. Поэтому списать эти происшествия на отсутствие освещения на этот раз не получится. Этот нерегулированный пешеходный переход напротив 29-й школы сводки ГИБДД попадает постоянно. Здесь наезды на пешеходов происходят ежегодно. Ну, как мы видим, движение здесь очень интенсивное. Много машин. Также хватает пешеходов. Поэтому, по мнению большинства горожан, для того, чтобы сделать данный участок дороги более безопасным, здесь необходимо установить светофор. Мнение горожан возьмут на заметку. Главное, чтобы его появление попутно не спровоцировало другие не менее важные проблемы на дороге, говорят ответственные. Вопрос нужно будет рассмотреть под разным углом и сделать так, чтобы удобно. А самое главное – безопасно было всем участникам движения. Мы на сегодняшний день этот вопрос с ГИБДД обсуждаем. Конечно же, нам нужно в первую очередь их мнение получить по возможности установки, соответствует ли этот вопрос с НИПом. И в повестке следующего заседания Комиссии безопасности дорожного движения я, наверное, этот вопрос отдельным пунктом выделю для того, чтобы обсудить и по нему уже протокольно оформить какое-то решение. Как бы там ни было, пропаганду в массы никто не отменял. В школах начнут опять разъяснять о правилах. Повторить их придется не только детям, но и родителям. Даже мы с вами здесь, стоя на пешеходном переходе, видим, что кто-то спешивается, кто-то нет, проезжает. Спешиваться надо почему? Потому что реакция водителей, она рассчитана на скорость пеши. И просто водитель может не среагировать, когда кто-то проезжает. Поэтому здесь, конечно, обязательно еще раз всех прошу, ко всем обращаюсь, что нужно максимально-максимально общаться с детьми, с подростками. И своим примером, конечно, показывать культуру, в том числе и переходы на пешеходных переходах, тем более на нерегулируемых пешеходных переходах. А пока сотрудники ГИБДД призывают всех участников только к одному – относиться на дороге друг к другу с уважением. Пропускать и быть предельно внимательными на проезжей части должен не только водитель, но и пешеход. И тогда наездов и других аварий станет в разы меньше, уверены ответственные. Вера Муратова, Рафаэль Ракипов, Булат Абдульманов, Новости НТР.